Всем привет! Сегодня мы будем ремонтировать и чистить бойлер. Ремонтировать мы будем бойлер горения с сухими тенами, а ремонтировать мы будем, скажем так, жалобу на то, что он течет. Сразу хотелось бы обратить внимание на такое, скажем, оригинальное решение. Я таких не встречал. Бойлер висит довольно низко, но, опять же, это из-за того, что это здесь, скажем так, косой потолок, из-за того, что это уже верхний этаж, там крыша. И бойлеру пришлось повесить довольно низко. И, не знаю, наверное, для экономии места, получается, для того, чтобы сделать максимально высокую эту тумбочку, то есть нижнюю крышку с управлением совсем с этой крышкой, которая закрывала внутренности бойлера электрическую его часть, то есть ее полностью сняли. Вместо нее сюда задвинули, грубо говоря, вот эту тумбочку с прорезью снизу и вот повесили здесь вот такую, прикрутили только переднюю панельку от самого бойлера. В принципе, грубо говоря, тем самым сэкономили, не знаю, сантиметров, может быть, 10 места. Здесь у нас, если мы заглянем в тумбочку снизу, получается у нас тут все провода, все открыто. И здесь четко видно то, что этот бойлер течет. Течет он, скапывает вода по тенам, то есть у нас здесь, получается, видно, торчат два сухих тена, которые вставлены, в общем-то, специальный фланец. И по ним вот видно, что прям потеки, по ним течет вода. Скорее всего, это говорит о том, что фланец бойлера, в который эти тены вставляются, уже прогнил, там образовалась течь, собственно, и по ним это все протекает. Поэтому нам сейчас придется слить с бойлера воду. В принципе, нюансы, как это можно сделать, я уже рассказывал в предыдущем видео, где ремонтировал бойлер у нас в мастерской. Здесь я на этом останавливаться не буду. Мы просто сливаем отсюда воду, разгерметизируем бак, снимаем фланец, в котором находятся эти сухие тены. Скорее всего, меняем его, устанавливаем все назад и параллельно мы все еще и чистим бойлер. Так как мы разгерметизируем бойлер, у нас будет доступ к его внутренностям бака, в котором, скорее всего, уже скопилось очень много накипи. Мы это все почистим, слегка помоем и будем устанавливать новый фланец. Тены, в принципе, всю электронику, я думаю, электрическую часть мы оставим старую, то есть к ней претензий у клиентов не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как вы видите, вот это мы сейчас сняли, у нас обратный клапан, через который вода назад, ну, в эту сторону идти не должна, но клапан, в принципе, подтравливает, поэтому вода течет. Но мы так будем очень долго ждать, пока вода сольется. Здесь у нас внизу вот находится слив для стиральной машины, куда включен вот шланг от стиралки, слив. И мы конец шланга в него опустим, и будет у нас сливаться вода туда для того, чтобы, в общем-то, не играться с этим ведром туда-сюда. Сейчас главный вот такой вот нюанс, когда у нас будет максимальное количество брызг возможное, это в момент, когда мы сейчас снимаем этот клапан обратный и накручиваем на него шланг. Вот этот момент, когда брызг получается максимальное количество. Значит, можем в этот момент использовать тряпку и делать это все под тряпкой. Таким образом, мы брызги эти как бы блокируем, и они по тряпке стекают, ну, предположим, в ведро. Но сейчас будем смотреть, как это лучше. Так, вот мы почти скрутили клапан. И теперь самое интересное. Есть, поймал. И теперь накручиваем. Немного забрызгались, но шланг мы подключили. Вот у нас стекает уже вода. Теперь мы просто этот конец опускаем в канализацию. Скажем так, немного мы воды налили. Но это не критично. Здесь буквально, я не знаю, аж максимум литр воды. Берем обычную тряпку, это все протираем. И, в общем-то, ничего тут страшного нет. Даже если бы мы не вынесли вот эту вот из ДСП мебель, я думаю, мы бы ее так даже не залили бы, чтобы там были какие-то на ней потом видимые следы этой воды. Ну и вот это, кстати, пример тем, кто мне довольно часто писал, что если не поставить специальные краны для слива воды, то практически невозможно с бойлера нормально слить воду. Ну, как видите, это возможно. Итак, давайте пока у нас там сливается вода с бойлера, чтобы не терять время, я вам проведу такой небольшой ликбез. Значит, вот я с собой, в принципе, взял все запчасти, которые мне могут пригодиться. Вот одна из них. Это вот этот как раз фланец. Фланец под сухие тены для бойлера горения. Это конкретно у меня в руках неоригинальный фланец. Ну, не знаю, предположительно делают, я не знаю, китайцы, может, в Украине где-то у нас их делают. Честно говоря, не знаю, где их делают. Но вот это неоригинальный фланец. То есть это малюрованный такой диск с отверстиями для крепления. И в него варены две трубки. В данном случае эти трубки изготовлены из нержавеющей стали. Две, те, что потолще. Как раз в них вставляется тен сухой. Вот у меня с собой даже для наглядности я взял сухой тен. Это киловаттный тен. Значит, он вставляется вот сюда в эту трубку и фиксируется винтиком для того, чтобы оттуда не вываливался. Значит, почему этот тен называется сухой? То есть сухой, потому что непосредственно сам тен не контактирует с водой в баке или в бойлере. Контактирует вот эта вот трубка. То есть по факту этот тен греет трубку, а трубка уже греет воду. Ну, не знаю, сказать, что это сильно хорошо, так как это в принципе такая рекламная идет компания вот этих болеров, что у нас сухие тены и так далее. Ну, не знаю. Ну, да, это хорошо для вот этого вот штурпочка, который стоит в принципе недорого, который отсюда... Ну, в принципе, ну не знаю, мы экономим, скажем, жизнь вот этому тену. Но, тем не менее, у нас подвергается агрессивной среде вот этот вот фланец, вот эти вот трубки, которые тоже, в принципе, не знаю, прогнивают, ржавеют, которые тоже приходится менять. И вот если взять, например, стоимость среднестатистического тена для бойлера, ну, он дешевле, например, чем стоимость вот такого фланца, да, даже не оригинального. То есть тут теперь вопрос, а что мы выиграли, да, тем, что у нас вот такие вот сухие тены? Ну, тен остался хороший, фланец сгнил, нам все равно надо этот фланец, то есть бойлер разгерметизировать, разбирать, менять этот фланец, ну, оставим мы родные тены. А что если бы, например, сгнил тен в другом бойлере? Ну, сняли бы мы не фланец, а тен, поменяли бы тен. В цене приблизительно выходит одно на одно. По геморрою, да, в принципе, то же самое. Хотя, если честно, скажу, что вот эти вот бойлера, горения, ну, довольно неплохие по качеству, да. То есть я бы не сказал бы, что это их какое-то ключевое решение, да, которое там значительно повлияло на качество бойлера, в общем, нет. То есть, ну, решение как решение. Ничего в этом, как с моей точки зрения, супер, да, или такого, то, что разрывает шаблоны, нет. Ну, качество, в общем-то, бойлеров неплохое. То есть я бы, наверное, если бы все-таки ставил себе бойлер в квартиру, там, литров на 80-100, я бы выбрал именно такое вот горение с сухими тенами. Но, опять же, не из-за того, что тут сухие тены, да, которые и так рекламируют, а просто из-за того, что это, в общем, неплохого качества бойлер. Вот, например, оригинальный Гореневский фланец. То есть он такой же по форме, да, то есть, в принципе, более массивный металл. Вот, он эмалированный. Точно также имеет две трубки под тен, трубку для термостата. Вот, он немного помассивнее, ну и, честно скажу, подороже. И вот даже сейчас вот я стою и думаю, какой вот выбрать, да, какой клиенту поставить. Потому что сейчас клиент уехал за границу сегодня, вот, его здесь нет, и он мне сказал, говорит, принимай решение сам, да, что лучше ставить. То есть дешевле, дороже, оригинальное, неоригинальное. И вот я сейчас, в общем-то, думаю, а что же лучше. Вот этот более массивный, эмалированный, но из черного металла. Вот этот вот, ну, скажем так, трубки, трубки здесь потоньше, вот, но из нержавейки. Принять, честно скажу, даже мне, исходя из моего опыта, решение, ну, довольно сложно. Они работают приблизительно одинаково по времени, то есть, скажем так, и эти со временем прогнивают, да, начинают течь, и эти со временем прогнивают и начинают течь. Но тут еще, скажем так, велика доля ответственности, да, то есть, когда человек вот вас спрашивает, говорит, ставь, что хочешь, и ты говоришь, то давайте вам поставим подешевле Китай. В случае, если этот Китай потечет через две недели, вся ответственность абсолютно, в общем-то, моральная, да, ложится на мастера. Ну, он же посоветовал поставить подешевле, то есть, говнецо такое вроде бы, ну, говнецо в кавычках. Вот, и оно вот взяло и потекло. Кто виноват? Ну, конечно же, мастер виноват. А здесь, например, если говоришь, ну, давайте поставим оригинальное, оно классное, это же от производителя. Ставишь, оно течет, к тебе завтра звонит клиент, говорит, слушай, а что ты мне поставил за говно какое-то? Оно через две недели потекло. А тут уже есть возможность сказать, ну, а я тут при чем? Ну, не то, чтобы я тут при чем. Понятно, что кто-то так скажет, я, конечно, так скажу, но, тем не менее, ответственность ты уже разделяешь не сам на себя берешь, а ты разделяешь ее с производителем того же болера горения. Ты говоришь, ну так подождите, я вам поставил отличную деталь, оригинальную горение и так далее. То есть, ты вроде бы как с себя снимаешь какую-то часть ответственности. Поэтому, честно скажу, морально значительно проще поставить оригинальную запчасти и не париться. Вот эту вот сложнее поставить морально, потому что ты понимаешь, что весь груз ответственности за работу вот этой запчасти, ты берешь уже на себя. Вроде бы деньги ты сэкономил клиента, а отвечаешь уже за качество этой детали не производитель, не скажешь, а спрашивать из китайцев, они делали, пусть они за это отвечают. То есть отвечает за вот такую деталь уже мастер. И только на свое усмотрение, то есть как бы уже решает ставить ее или нет. Поэтому пока я вам рассказывал, решил, что будем ставить это. Ну вот мы определились с тем, какой мы будем ставить фланец, оригинальный или не оригинальный. Теперь нам осталось еще определиться с прокладками под этот фланец. Прокладку, я считаю, надо однозначно менять после того, как мы снимем старый фланец, потому что старая прокладка уже потеряла форму, она ужата и так далее. Конечно, станциями с бубном и силиконовым герметиком можно еще поставить старую прокладку. Но тут есть, во-первых, большая вероятность того, что вам придется несколько раз что-то переделывать, вставлять эту прокладку, поджимать, дополнительно силиконить и так далее. Значительно проще и надежнее поставить просто сразу при замене фланца новую прокладку. Вот это не оригинальная прокладка. Она, видите, даже немного такую форму потеряла, скорее всего, просто где-то в куче с другими лежала. Это, конечно, не критично, но тем не менее уже не сильно приятно. Она более толстая, я не могу сказать, довольно нормальная прокладка, но оригинальная прокладка у меня, честно говоря, вызывает больше доверия. Значит, по ощущениям, в принципе, по тактильным и визуальным прокладка значительно лучше качеством, чем вот эта. Плюс у нас вставлены металлические сюда вставки, которые не дают этой прокладке в этом месте, во-первых, разлазиться сильнее, плюс они ее удерживают, скажем так, ее форму, и не дают нам сильно очень пережать эту прокладку, чтобы она у нас повылазила со всех щелей. То есть, если даже так сравнить, то вот эта неоригинальная прокладка, она потолще. Я, в принципе, отдаю предпочтение оригинальной прокладке тоже, и будем мы устанавливать вот эту оригинальную прокладку, а не вот эту, скажем так, дешевую. Хотя, если честно, опять же, данная прокладка имеет место быть, то есть, если вам хочется позаморачиваться, когда вы, например, меняете дома, вы можете себе поставить прокладку неоригинальную, зажать фланец, набрать в бойлер воду, посмотреть, будет ли там где-то что-то подкапывать. Если будет подкапывать, опять спустить с бойлера воду, опять, короче говоря, заморочиться, все это сделать, поиграться, и, в принципе, эта прокладка будет работать не хуже, чем вот эта. Но, так как я нахожусь у клиентов дома, у меня нет времени на эти вот игры туда-сюда наливать, сливать воду, мне значительно проще и, в общем-то, надежнее поставить вот эту прокладку, так как разница в цене у них есть, но то, что я тут проведу на час-два больше времени, клиенту обойдется дороже, чем разница в этих двух прокладках. Поэтому мы тоже ставим оригинальную прокладку. Ну и еще одна довольно важная деталь в бойлере, которую необходимо менять. В общем-то, ее необходимо менять раз в год, раз в два года, в зависимости от агрессивности воды, и в зависимости от того, насколько часто вы, в общем-то, этим бойлерами пользуетесь, то есть вот этот вот анод необходимо менять. Что это такое? По факту это кусок магниевого сплава. Не имея значения его форма, то есть высокий, низкий, то есть в данном случае нас интересует определенный объем этого магниевого анода, то есть это анод изготовлен из магниевого сплава. Что такое магний? Магний – это активный металл, который довольно активнее и проще вступает в всякие реакции с агрессивной средой. Тем самым у нас вот этот вот кусок магния будет вступать в реакцию с агрессивной средой значительно легче и быстрее, чем вступает в реакцию сталь, из которой изготовлен бак. И тем самым у нас вместо того, чтобы гнил бак бойлера, тены какие-то, у нас будет гнить вот этот вот кусок магния. Когда этот магний сгнивает, у нас начинает, в общем-то, тогда уже гнить бойлер. Поэтому вот этот анод мы обязательно установим новый в бак, когда будем, в общем-то, этот бак чистить. Практически слилась с бойлера вода. Уже слышно, что вода поступает с воздухом. Это говорит, что там ее осталось совсем немного. Поэтому мы, в общем-то, уже приступим потихоньку к откручиванию фланца. И, опять же, надо быть готовым к тому, что через вот эту трубку вода из бойлера не сливается никогда на 100%. Поэтому, если мы сейчас в таком положении этот фланец отпустим, то, в общем-то, из щелей образовавшихся потечет вода. Поэтому мы держим ведро на готове и потихонечку откручиваем фланец. Так. Доброе утро! Вот так. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Если вам очень хочется, вы можете еще использовать шланг, душ или еще что-то и просто промыть еще внутри все водой. Но это, скажем так, уже больше чисто так, чисто для красоты. Особо оно никакой роли нам не повлияет. Я, насколько это возможно, рукой пособирал оттуда всю накипь, которая собралась. Она у нас вывалилась в ведро. Дальше мы тщательно просто уже вытрем, вымоем место контакта, прокладки с баком и будем дальше это все назад собирать. Честно скажу, я даже немного удивлен, потому что накипи довольно мало. Бойлер этот использовался, если я не ошибаюсь, 2-3 года. За такое время у нас обычно собирается до... Ведро это максимум, конечно, что я встречал, вот такое. Обычно это где-то пол ведра накипи. Здесь же получилось у нас приблизительно четверть. Почему она собирается в общем-то в бойлере? Потому что у нас из бойлера ей некуда деться. То есть вся накипь, которая образовывается в самом бойлере на тенах, она, как вы видите, как хлопья, обсыпается с этих трубок. Здесь вот тоже, кстати, видно, что она не собирается тут на нем прям такими неимоверными кусками. Она вот образовалась там какой-то полмиллиметра до миллиметра и отвалилась. Просто это все падает на дно бака и там в общем-то собирается. Поэтому она может покрывать значительную часть вот этих уже тенов, трубок. И уже могут возникать с этим какие-то проблемы с нагревом и так далее. То, как меняется анод, я вам в общем-то расскажу теоретически, потому что практически этого все равно видно не будет. Анод у нас сейчас находится в баке. Ну вот для примера опять же я взял вот этот условно-китайский фланец. На нем вот у нас предусмотрено специальное крепление для анода. То есть мы просто можем его вот сюда, этот анод, вкрутить. И вот так вот его, этот фланец уже установить в бойлере. Нет принципиального значения, где этому аноду находиться. То есть он может быть абсолютно где угодно. Единственное, оно опять же, это такое мое в общем-то требование для себя, когда я его меняю. То есть этот анод не должен касаться металлических частей бака. Так как в точке контакта, то есть за счет того, что это активный металл, то есть он может усиливать в точке контакта соприкосновение двух металлов, в этой точке может усиливаться, скажем так, коррозия этих металлов. Поэтому единственное требование, которое я опять же сам для себя выставляю, это то, чтобы он не касался других частей. Вот если бы мы ставили этот фланец, я бы в общем-то его поставил так. Но на оригинальном фланце такого крепления нету. В оригинальном варианте этот анод установлен на баке. То есть у нас на баке сбоку от фланца есть подобное вот такое крепление, куда этот закручен старый анод. Мы этот старый анод выкручиваем, иногда это довольно сложно, потому что там все закисает, и устанавливаем на его место вот этот вот новый. Кстати, в некоторых балерах горения аноды устанавливаются сверху, то есть и закручиваются сверху через верхнюю, скажем, крышку бака. У нас сверху есть такая гайка, где-то, по-моему, на 3 четверти дюйма она идет. И вот мы ее выкручиваем, и прямо на этой гайке установлен анод. То есть мы его выкрутили сверху и закрутили. Но опять же повторюсь, в нашем варианте у нас установлен анод сбоку на баке. То есть я сейчас засуну руку туда вбок и постараюсь его оттуда рукой выкрутить и закрутить туда новый. Ну что ж, вот я, в общем-то, уже наживил фланец. Теперь его необходимо потихонечку закрутить равномерно по всем гайкам. То есть здесь у нас получается 6 гаек крепления. И мы крутим, в общем-то, треугольником. Одна, потом напротив, потом, грубо говоря, по диагонали, потом напротив, потом опять по диагонали. И вот так вот мы постоянно по чуть-чуть по кругу подтягиваем, для того, чтобы фланец к баку у нас прижимался равномерно. А не затягиваем сначала одну сторону, а потом как-то дотягиваем остальные, понимаете? Помимо этого, я забыл сразу сказать и показать, но, я думаю, вы увидите, у нас получается вот это не шпильки, которые закручены куда-то в бак, на которые мы накручиваем гайки. Это болты со специальными такими квадратными креплениями. Они вставлены в квадратную прорезь и сдвинуты вбок. То есть вбок она сдвигается и там уже держится. Так вот вам надо контролировать, чтобы когда вы уже по факту установите фланец, постараться туда под него заглянуть и посмотреть, где находится болт. Потому что если он из прорези, этот болт, ну может сдвинуться, все эти болты могут сдвинуться как раз вот на эту квадратную прорезь. И когда вы будете их затягивать, эти у вас болты просто оттуда будут с этого бака вытаскиваться. Либо того хуже, они у вас вытащатся не сразу, а потом, когда в баке создастся давление, их просто с этими болтами этот фланец оттуда может выдавить. Вот здесь вот надо быть внимательным. Так, ну вот после того, как я уже закрутил фланец, затянул его, я в первую очередь после этого подключаю воду назад. То есть мы прикручиваем назад шланги, устанавливаем взрывной клапан обратный. Скорее всего я его даже заменю, поставлю сюда новый. И после этого мы уже открываем воду, чтобы в бойлер набирался воды. Ну это, скажем так, для того, чтобы сэкономить наше время. И пока набирается вода в бойлер, мы сможем уже в принципе собирать и назад устанавливать всю электрическую часть. В противном случае мы сначала соберем электрическую часть, ну а потом придется ждать, пока все равно набирается вода. Ну и да, я рекомендую устанавливать сразу на вот такие вот шланги гибкие. Сразу устанавливаем новую прокладку. Прокладка, в общем-то, копеечная. Нервов она нам сэкономит, потому что старые прокладки то текут, то еще что, начинаешь играться. Новую прокладку поставил и забыл. Я использую широкую фум-ленту. Она значительно качественнее, чем вот та, которая продается узкая. Я всегда вот так ее складываю пополам. Ну а потом, так как я ее двумя руками держу, ну у меня нету третьей руки, поэтому я ее, чтобы для того, чтобы прогладить по шву, использую губы. Смотрите, так. И все, и как бы ее сложил пополам, потому что мне не надо широкая фум-лента. Но меня, конечно, особо крупные, такие хорошие специалисты, сантехники, с опытом всегда с меня смеются, что я облизываю фум-ку. Так вот, я специально для вас рассказываю, фум-ку я не облизываю, я ее просто губами складываю по шву. А для чего узкая? Ну потому что мне не надо вот на такую ширину наматывать фум-ленту по всей ширине, чтобы она накрутилась на 10 мм, а там еще потом 10 мм торчала белая вот эта вот фум-ка. Мне нужно ее намотать довольно на узкий участок. И опять же повторюсь, можно было бы, конечно, использовать узкую фум-ку, которая продается, а не широкую, но она мне не нравится по качеству. Поэтому я делаю вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это, кстати, тоже термозащита или тепловая защита. В общем-то, как и та, которая была в прошлом видео с бойлером, только там была газовая с такой капилляркой длинной, а это биметаллическая. Здесь внутри стоит пластинка, которая в зависимости от температуры меняет свою форму, то есть грубо говоря выщелкивает. И вот тоже, видите, здесь есть кнопочка красная. Кстати, вот именно в этих бойлерах горения, если очень часто выбивает вот эта кнопка, это говорит о том, что надо уже снимать фланец и чистить его, собственно, сам бак. Это говорит о том, что нижняя часть фланца с тенами засыпана большим количеством накипи, и тены включены. Вместо того, чтобы они успевали греть воду, они нагревают, собственно, сам фланец. Фланец перегревается, срабатывает защита. Просто я реально встречал клиентов, которые вот один мастер, который ходит там раз в неделю, ходит, нажимает на кнопку, берет за вызов деньги и уходит. Потом им надоело, что этот мастер к ним ходит, постоянно с них, например, срезает денег, хоть и немного, но срезает. И позвонили мне, спрашивали, в чем дело? Я говорю, ну как, в чем? Чистить надо? Пришел, почистил, и они забыли про эту проблему. Еще, кстати, одна была такая очень интересная история, вызвали меня точно, ну, грубо говоря, такой же бойлер горения или электролюкс, там они, в принципе, принципиально одинаковые, ну, почти одинаковые. Значит, вызвали меня почистить, я прихожу, ну, все, там, разложился, я говорю, давайте несите тряпки, ведра, сейчас будем тут, я говорю, может, ляпать туда-сюда. Она мне, женщина спрашивает, говорит, как, зачем? Говорит, тут же сухие тены стоят. Я говорю, ну, да, и что-то, все равно же надо разгерметизировать бойлер, снять фланец для того, чтобы этот, ну, накипь оттуда снять. Говорит, нет, вы ничего не понимаете, вам не надо ничего снимать, ничего разгерметизировать. Тут же вся фишка в том, что тены-то сухие. К нам, говорит, мастер перед этим постоянно приходил, говорит, так вот он приходит, крышку снимает, винтик открутил, сухой тен вытащил, говорит, металлической щеткой его почистил вот так со всех сторон, назад засунул, винтик закрутил, и все, и вот эта вся чистка. Я говорю, ага, то я говорю, вас сейчас, значит, удивлю приятно. Я говорю, вы увидите, что такое настоящая чистка бойлера. Вот, ну, после этого, видимо, она, наверное, тому мастеру больше не звонила. Ну, что ж, я еще могу сказать, что не зря я захватил с собой еще и новые тены, так как, честно говоря, изначально планировал поставить назад в новый фланец старые тены, вот эти, но мне их не удается оттуда вытащить. Они настолько здесь внутри закисли, ну, то есть вода текла по тенам, она, грубо говоря, опять же превращалась в накип, она там все закоксовалась внутри, вытащить у меня их не получается, да, ну, малой кровью. Кто-то, возможно, меня упрекнет и скажет, блин, надо было ковырять оттуда и все остальное. Но дело в том, что если мы будем оттуда вытаскивать с очень большим усилием, есть большая вероятность, что мы их можем, соответственно, деформировать, тем самым повредить. У нас получается эта трубка тена, да, внутри которой есть керамический такой изолятор, то есть он является изолятором электричества, чтобы спираль тена не касалась трубки. Так вот, когда мы его будем крутить, этот внутри, там, порошок, вот этот наполнитель керамический, есть вероятность, что он где-то высыпется, спираль станет либо близко к тену, ну, то есть, короче говоря, мы можем испортить тен, когда мы будем его вытаскивать оттуда, и, в общем-то, об этом даже не узнаем. Потом у клиента будут проблемы, его там будет бить током, либо еще какие-то могут быть проблемы. Поэтому, если мы оттуда не можем, ну, относительно просто вытащить тен, да, без каких-либо его там деформаций, то я считаю, что лучше его уже там и оставить, и в целях, скажем так, безопасности поставить все-таки новые тены. Ну, и тем более, все-таки, как я уже сказал, именно у этих тенов цена не такая уж и большая, да, чтобы не, скажем так, не пожертвовать. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, вот мы и закончили, можно сказать, наш ремонт. Мы проверили, бойлер работает нормально, нигде ничего не подтекает, не подкапывает. Осталось клиентам дождаться уже, пока бойлер полностью нагреется до нужной температуры и можно пользоваться. Значит, все ссылки, в общем-то, на все запчасти, все, которые мы использовали в видео, я оставляю в описании внизу под этим видео. А вам же спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok